итак мы вытаскиваем сим-карту я всем привет с вами роман ястреб в этом видео я поговорю с вами о прекрасной новости это поддержки и 7 и это будет не просто новость я уже протестировал в этом телефоне сейчас у нас установлена в 10 ар у меня айфоне установлено 2 сим-карты 1 физическая другая у меня установлена есть им я сейчас уже могу я уже протестировал сколько держит батарея я могу вам сказать какие модели айфонов поддерживает но последние модели именно какие цифры вот и будет ли что самое интересное работать если телефон у вас украли и вытащили физическую к сим-карту будет ли телефон работать и функционировать мы сейчас прямо сразу с вами и проверим в режиме онлайн так что давайте не будем затягивать и поехали итак какие айфоны поддерживают есть им это айфон 10 а айфон 10 с и айфон 10 с макс модели вы видите именно на экране поэтому если вы смотрели видео мое что купить айфон 10 или 10 ар и вы остановились на рекомендации выбрать айфон 10 ар я вас поздравляю у вас есть поддержка и 7 вот поэтому когда доберется до вашего города у вас уже айфон это поддерживает да есть айфоны с двумя физическими картами и есим но обычно это не в нашей стране это продавалось но сейчас мы поговорим про нашу страну пока этот эта функция доступна на в москве московской области я в том что когда я об этом узнал я не попал в первую волну я очень разочаровался думаю как так то я мою но не попал и прям ну так хотелось вот я оставил заявку четыре дня назад и через четыре дня после оставления моей заявки мне под перезвонили сказали что роман для вас готова есть им карта вам нужно просто получить московский номер это было для меня просто то есть удивление теле 2 вы очень быстро работаете молодцы хоть это получается реклама но сейчас ребята просите меня рынок такой кто первый стал того и тапки если теле 2 смогли запустить первый в россии есть им тогда это простите меня но им похвала потому что молодцы красавцы вот и у меня сейчас здесь получается установлена одна сим-карта билайн 2 от теле 2 и сейчас я уже тестирую на что по качеству связи по интернету все стабильно ну по крайней мере на айфон не знаю как на других смартфонов тем более на android смартфонах да мне это особо и не интересно вот все таки я больше привержен айфонов в айфоне как это все настраивается вы просто заходите в сотовые данные добавить оператора отсканируете qr-код и все все у вас там еще две клавиши нажать все у вас будет на заблокирован экране отображаться билайн и теле 2 имеется ввиду на имя оператора до справа у вас будет как будто там дробь и две сети отображаться чтобы уровень каждой сети вот так же вы можете выбрать основную сеть где у вас будет соответственно трафик да и вторично еще вы можете пометить например если у вас личный телефон я поставил букву l личный если это рабочие буква r рабочий вот поэтому когда вам будет звонить кто-нибудь или вы будете исходящее делать вы не запутаетесь потому что у вас будет стоять либо l либо r да вот r уже по привычке вот поэтому с точки зрения функциональности и понимания нет никаких проблем потому что ну все понятно как два пальца вот но теперь что касается батарейки вот это меня вопрос очень тревожил и ребята зря я тревожился потому что сегодня я встал в 6 утра сейчас 21 40 и проблем нет то есть у меня 7 процентов заряда батарейки две сети автоматически использую я использовал интернет я использовал 200 то есть они параллельно работают то есть на соответственно если там вам на одну приходит смс к вас 2 активная то есть нету никаких проблем то есть и на ту и на ту будут звонить писать смс и все будет хорошо функционировать вот и это очень круто то что это в россии то что это айфон то что это работает а да там с учетом законодательства и так далее трудности но я надеюсь что это будет все-таки поправимо потому что ну какая россия там и там паспортные данные оставляю там и там деньги оставляю вот и переносить номер быстро ну блин надо делать все максимально комфортно с точки зрения учета там граждан но я думаю там не должно быть особо с этих проблем вот и теперь у меня самое важное потому что я считаю что это очень сильная функция для всех вообще владельцев у которых будут поддерживать телефоны есть им это а представляем такую ситуацию ну ребята у меня такие ситуации были в жизни мы находили айфон и через найти айфон мы садили реально воров в тюрьму одну женщину как я точно помню вот не очень приятно вспоминать но к сожалению мы все можем через это пройти вы можете быть где-нибудь в такси вы можете быть где-нибудь в самолете там в автобусе в метро всякое может случиться вы вытащили телефон что делать и вот теперь я хочу провести эксперимент у меня сейчас здесь сразу две сим-карты активно вот я сейчас представим у меня заблокированный телефон я сейчас представим хочу заблокированный телефон можно выключить но что обычно делают на воровщики правильно они вытаскивают сим-карту вот Поэтому мы сейчас вытащим сим-карту и посмотрим, как у нас ведет себя айфон. Так, иголочкой не было скрепки. Итак, мы вытаскиваем сим-карту. Вот она, моя сим-карта. Вытаскиваем сим-карту, убираем ее. И у меня сейчас айфон с дырочкой. Вот, то есть получается, но у меня по-прежнему сеть активна. Только у меня осталась одна сеть, теле-два. Вот, и мы сейчас берем второй телефон и попробуем сюда позвонить. Естественно, не на физическую сим-карту, а на eSIM. И посмотрим, будет ли идти вообще вызов и звонок, будет ли это все работать. Это работает. Это офигенно, ребята. Это офигенно. То есть теперь, даже если он вытащит и он не знает про eSIM, да, то это теперь мы можем прекрасно понимать, что если он даже выключит телефон и потом включит, если у вас вторая сим-карта eSIM именно поддерживает интернет, а я считаю, что это обязательно нужно сделать хоть какой-то тариф минимальный на интернет и сотовые данные, у вас будет сразу включаться сотовые данные и интернет. И он сразу показывает свое местоположение. То есть, если раньше айфоны было бессмысленно воровать, то с eSIM это становится полная вообще бессмыслица, потому что теперь человек, который сворует, он просто выдаст свое местоположение. Да, я прекрасно понимаю, что можно, конечно, его раздолбать там на запчасти и так далее, и так далее. Но, ребята, все, мы тоже прекрасно понимаем, что очень часто их там перепродают. Поэтому, если у вас телефон заблокирован, да еще iCloud в нем введен, и функция стоит найти iPhone включена, то есть все в этом отношении полностью защита, то даже если у вас украли телефон, вытащили сим-карту, потеряли с ним контакт, то вы включаете на компьютере, на iPad, где угодно, с любой стороны через сайт Apple, включаете найти iPhone, и у вас тут же показывается местоположение, как только его включат. И это просто офигенно. Теперь, ребята, вот я сейчас искренне поздравляю всех владельцев последних iPhone, потому что я надеюсь, что все-таки это не будет затягиваться, и в ближайшее время во всех регионах, и вообще во всех странах СНГ эта фишка появится, и сим будет поддерживаться не только одним Теледва, но и остальными операторами. Ну а вы можете на всякий случай позвонить своему оператору, узнать, оставить заявку, а лучше позвонить вообще во все операторы, которые поддерживаются у вас в регионе, оставьте везде заявку, кто первый встал, того и тапки, ребята. Вот так надо делать, это рыночная экономика, вот именно так надо действовать. И это супер, ребята, это супер. То есть теперь сейчас отсутствующие сим-карты, у вас телефон работает, и это офигенно, это просто офигенно, ребята. И я могу сказать, что эта функция работает, я ее проверил, батарейка хорошо работает, нет никаких вопросов, и теперь мы с вами больше защищены. Поэтому надеюсь, эта новость вас порадовала, потому что меня, если честно, она очень порадовала. Я вот весь день ждал, чтобы проверить эту функцию, и проверить, вообще будет это работать или не будет это работать. Я вот весь день проверял эту стабильность, вот эти все фишки. И супер, и супер, ребята, ну просто супер. А если у вас нету айфона XR, XS и XS Max, не расстраивайтесь, теперь просто понимайте, осознавайте, что с этих моделей начала поддержка eSIM. Если нас просто кормили завтраками, что неизвестно, когда по законодательству у нас будет, то сейчас уже есть, я тому пример, это работает. Я не знаю, как работает на других телефонах, я знаю, что на айфоне это работает, то есть на айфоне XR все ништяк, все отлично функционирует, поэтому просто будьте в курсе. То есть есть даже версии айфонов, да, там из Китая, где там две физические сим-карты есть одна, а есть сим-карта, то сейчас, ну, можно не переживать, что даже если вы купили обычную версию, вы можете разграничить личный номер, и, например, корпоративный, и это очень удобно. Поэтому, надеюсь, эта новость вас порадовала. С вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашему выбору. Пусть ваши айфоны будут служить вам, а не кому-то, либо еще. Счастливо, друзья!